I have ways of blowing things off нам тут вот вот это сейчас здесь это трепет не желая выпускать ревошольда своих объятий зима снова сыплет мокрым снегом это по-моему здесь было вот это место про снег да осмотреться сонно валит снег покрывая и без того бледный прибрежный песок смешиваясь с ржавчиной источных вод надо же а ведь казалось что уже весна что я чувствую подтаявший снег пропитывает тонкую одежду насквозь ни одна уважающая себя бабуля не выпустила бы тебя на улицу так легко одетым но хотя бы волосы прикрыты не слипнуться и не намокнут ты осматриваешься о это у нас еще одна точка осмотреться как возле гостиницы было давайте осмотримся да что на западе заброшенное здание вдоль извилистой линии побережья соленые волны или лежут темные свои дряхлеющих пристани и забытые серо-красные же серо-красные жилые массивы все что осталось от дореволюционных поток когда-то облагородить берег и когда-то как-то ну ладно дальше дальше воды чернеют там колл-сити город стремительно выросшие в тени сэн-мартена в те времена когда ревошоли требовалась энергия и угля из бесчисленных шахт окрест она все изменилось рассыпалась уголь вытеснила нефти океанский с океанских глубин и энергия реки эсперанс сейчас в колл-сити остались лишь слабые лишь слабые надежды обогатиться застряли в заброшенных шахтах у них под ногами что это под старыми шахтами лосуэр муниципаль подземное кладбище ревошольд по его переходам отважно пробираются крыся ты надеюсь попасть для рион крыся то дети до 14 они спускаются под землю добывать артефакты на продажу зарубежным музеем и легендарные сокровища родители разрешают они идут глубже глубже за рубинами мельхиором и лазуритом из сафра и соли разграбленных в период сезеренитета в гробнице королей филиппа великого старого и гиома второго даже у мавзолей филиппа зажиточного в двух километрах под землей стенки извилистой шахты увешаны зеркалами чтобы дневной свет вовек не переставал озарять богатейшие богатейшего из королей в мавзолее хранятся баснословные запасы золота и тот самый особенный чистейший пурпурный кокаин что так ценил ревошольдская знать какой же он чистейший если он пурпурного цвета безмолвен снег ответа нет смертным не все дозволено знать смахнуть снег не все крысята возвращаются из шахт и лишь немногие находят то что искали из темноты тоннеля выходит маленькая девочка ее карманы набиты серебряными побрякушками вокруг нее вьются снежинки падают на потухшие коксовые печи и стрепанные непогодой лачуги где бьют сыновей пьяные отцы снег тает и растекается тебя на пальцах что на востоке канал через который ты сюда попал за ним сам мартинез район где стражи порядка ничего не стерегут смех огни попытки и предпринимательской деятельности цинизм то тоска отскребает снег слабого стекла в центре кругового перекрестка памятник филиппу третьему к нему слетаются экскурсии ваших школьников и оседлой птицы на зиме по зиме все как и всякий памятник он служит еще и предостережением на фигурку короля расточителя вдрасывают длинную тень шестиэтажные руины что на южной стороне перекрестка а дальше оранжевый двор огороженный двор ворот припаркован грузовик транспортной компании от капота отражается яркий светлющийся из западно из здания за оградой ладно чистый белый свет льется из окон запрятанного в офисного здания идеальной кубической формы секрет север заброшена счета церковь когда-то серию называли сет сер семь сестер шесть из них были разрушены в ходе революции а дальше к северу узкая полоска суши змеей возвышается из бухты мартинеза на близлежащих островах порой находится укрытый порой находят укрытие беглецы как от закона так и от самих себя эти рассыпаны рассыпанные по океану точки во время сильного прилива и шторма иногда скрывается под покровом волн на островах на неровной скале когда-то был разбит лагерь видны палатки старая посуда и столовые приборы там уже давно никто не бывал только возится рак отшельник ищет себе новую раковину еще дальше далеко от мартинеза горят огни острова воскрешения это модный спа-курорт для упитанных озонцев с упитанными кошельками а на другой стороне бухты дальше озон снегопад слишком сильный так далеко не видно и гляньте снег закончился пошел дождь но по крайней мере я успел смотрите на каком мы отдалении по крайней мере я успел к этой мысли а до того до завесы залив ревошоли просто глубина просторы глубина аж до 1200 метров вода в воздух вода и воздух солнце солнече соленее чем здесь что все из медикции воды исчерканы огромными грузовыми судами с логотипами компанию altpines зам и marine самом дальнем уголке ревошольского залива силуэт стрельца этот боевой корабль коалиции несет непрерывный дозор и всегда готов открыть артиллерийский огонь если кто-то решит восстать против рынка ты содрогаешься хорошо давайте дальше на юг магистраль 881 отделяющая мартинеса джемрока днем и ночью по ней стремится стремительно несутся машины обитатели запутанных переулков под ее опорами пытаются совладать с жизнью с лякоти и снегом дальше на юг язва язва было когда-то парком где отдыхали в основе силы пациенты старого военного госпиталя в 20 в 20 район служил карантинной зоной во время вспышки кори сгубивший множество детей с тех пор госпиталю и парковку парковой территории мало кто приближается как зона отчуждения сейчас язва это место совершенно дикая вечно зеленые заросли припорошены снегом и про мою промышленной пылью стаями рыщут бродячие псы и даже волки полиция старается держать самые мрачные уголки под оцеплением однако тяжелый нар тяжелый наркоманы все-таки пробирается старый военный госпиталь и роются в брошенных спешки медикаментах надеюсь чего не чем-нибудь пожить цели просто передознуться спокойно дальше к югу ракушки мотогаражей рядом с горбившихся рядком сгорбившихся на холме механик старательно латают отверстия от пуль в крыле купри 40 это гаражи 41 участка сам участок расположен здание переоборудован переоборудованной шелкопрядной фабрики на крыше и падает снег сотрудникам rgm сотрудники rgm снуют туда и обратно зябко поеживаясь вокруг по-прежнему падает снег на западе вздымает грудь океан нет это был мой дом не хочу еще ступени и спускаются к центру джемрака на рынке по другую сторону моста стоит припаркованы припорошенная снегом палатка который держит никто куклов он продает твоим коллегам шаурму с опарышами а те считаю что это разовьет в них устойчивость к пищевым отравлением а ушавуха с опарышами серьезно снег опускается на район на библиотеку цветочный магазин самаре сара мир и сара мир изийский ресторан где падают домашнее вино а еще на борделе наркопритоны и петельные автомастерские земель все это выстроили вокруг озера образу образованного в метеоритном кратере в центре озера небольшое судно с фонарями на днище их лучи усиками шарят по дну водоема что-то ищут время чего ты зябнешь по спине пробегает холодок под ногами сырой песок слышно как где-то к югу хлопает по ветру брезент наверху тоже растаты коалиции время от времени поблескивают огнями растекая снежную пелену однако крупные судно одно крупные судно несет в брюхи ящики внизу наслоение песка отправленные промо отравленные промышленные отходы и ливневка потайные бункеры крысиная возня ветер-ветер поведаем не тайны песков кто-то запихал большую старую поля полярную карту в бетонную трубу под пирсом наверное теп наверное теплое проверить может и не придется на кто знает давайте потопом ногами надо двигаться дальше неизвестно когда снег перестанет он как бы уже перестал уже дочь пошел так мы в прошлый раз с вами поговорили с не очень очаровательными людьми которые распивали алкогольные напитки но они нам поведали очень интересную историю как то туда можно вот так попасть вокруг о погодите 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 тут есть что глянуть мы тут вообще еще не были кстати так токи до лодки в сарае нету это часто побережье пустует уже не один десяток лет хорошо наверное я заберу все чем мы там получили одежда так это я уже нажимал а чечи которые один как велебристики и минус один к визуальному анализу то есть мы станем хуже видеть папачках но это темные очки как бы ладно наспех сколоченный сара для лодок будто будьте морской бриз чуть сильнее его бы сдуло круто это способ разбогатеть серьезно интересно что это за дом давайте глянем в тени стоит беседка покрытая ржавчиной все крыши облетает древняя краска беседка беседка поведаем надпись entry интер дайт вход воспрещен что ли старая будка билетера не работает я вижу вот эту большую штуку я сейчас вокруг все немножечко облутаю и мы подойдем бутылочки бутылочки тоже сдать в принципе деньги деньги более-менее появились у нас ровно 50 реалов круто лыжная шапка вот у нас шапка появилась она у нас плюс 2 к логике минус один к восприятию мы хуже слышать в ней а этот у нас один конце копе так 2 к логике если что надо запомнить хорошо сюда мы не войдем дерь забита досками к тому же засыпал так что теперь до нее не добраться что это было в общем восприятие зрения от края до края растекающий растрескавшейся стены рассыпаны дырки от пуль визуальный анализ 83 неплохо кстати ким погляди еще дырки от пуль тут определяю что-то произошло и вправду лети она тщательно осмотреть стену полностью плотность пылюх отверстий здесь необычайно даже по меркам средней плотности пылюх отверстий в мартинезе мрачное дело я хочу сказать что дырок много он проводит по стене рукой похоже стреляли из автоматов нынче таких и не встретишь почему производство и продажи автоматических винтовок ограничили после революции их убойная сила оказалась чересчур нужно же сохранять в мире хоть какую-то человечность успех визуального анализа расстрел ряд призрачных фигур стоит лицом к стене их много ним их много не меньше дюжины голова опущены глаза завязаны тихо ни звуков ни движений десяти метрах шеренга выстрелились другие тени в их руках автоматы полы шинели 1 расстрельной команды лениво хлопают на ветру сбоку стоит еще один человек на деревянные такая изображение на деревянные доски на песчан на песчаные груды окрест падают капли дождя облака скрывают снег с этого расстрела прошло много времени дождь и мокрая вода давно смыли кровь но остались не осталось и следа что же это избыток пулюх отверстий означает одно из двух либо здесь провели провели невероятное количество расстрелов либо они не пытались облегчить облегчить совесть заряди все автоматы кроме одного холостыми кажется это был массовый расстрел и боевые и боевые были у всех посмотреть на людей у стены множество людей вероятно в повседневной одежде и взорванный в стычках покрытый пылью судя по высоте пыльных отверстий они не сидели распространенная практика при расстреле в ряде стран они стояли лицом к стене невозможно разобрать никто они не откуда на шеренгу солдат 7 мужчин военной форме в темных шинелях наставили на людей автоматы солдаты одной из противопорствующих стран но какой посмотреть на человека сбоку это вот этот который со стеком командир тот кто отдал приказ воздухе стрекочет автоматы огни выстрелов пляшут по его лицу ким кто был на этом расстреле сперва лейтенант не говорит ни слова лишь смотрит на стену не знаю отвечает в итоге я не знаю кто здесь кого здесь поставили к стенке эти люди могли принадлежать любой сил участвовавших в революции возможно здесь и казнили консерваторов лоялистов коммунисты в начале гражданской войны а может коммунистов поставили к стенке силой коалиции ближе к ее концу это даже могли быть сотрудники отдела н.и.р. фельд из здания дальше по побережью его ведь захватили революционеры а может а что счет людей из коалиции так называемых моралистов ну крайне маловероятно что здесь были убиты силы коалиции их всегда ставили к стенке последними откровенно говоря если в этой ситуации был член коалиции то он скорее всего командовал расстрелом давал приказы прощайте фигуру сдувает холодным ветром жуткое место я сначала сюда пришел так и порадовался денежка денежка теперь мне как-то жутко здесь находиться наверное я правильно сделал что сначала все пособирал теперь просто нужно уйти отсюда да тут вроде больше ничего нету в этом куске карты поэтому просто пойдем а это пропавшая экспедиция крошечные клетки аккуратно собраны блин чувак тебя ищут размокшие по линии пахнут жидкостью для розжига однако все равно отказывается гореть потому что дождь льет как бы тяжелые блоки военных заграждений исчерченные отверстиями от пуль крошатся так сейчас мы быстренько вот тут вот посмотрим на набережной ничего нету все чувак давай тебя ищут а папа папа пап стоп ну-ка развести костер самого океана практически невозможно ну то мораль криптозоолог ну вот другое дело отсюда уже не узнаете мелочь что блин на земле стоит цилиндр в котором мужчина приставил которому мужчина пристраивает какую-то сетку вроде бы это ловушка он замечает тебя кто здесь а полиция здравствуйте его застенчивый энтузиазм делает его движение неуклюжим и выглядит как стереотипный ученый это полиция почему здесь полиция так герри крипто фашист есть крипто за олога есть крипто фашист фига себе не волнуйся горе разберусь вы видимо морел крипто за олог я обязана это прелестная встреча это сарказм ничего прелестного вашей встречи не он не видит вы кажется не особо рады rg они все хорошо я просто занят он косится на цилиндр в чем дело меня прислала лена она очень у вас волнуется очень ждет возвращение у ну конечно спасибо что передали чертов шлюз сломан 881 не обойти это я сломал шлюз вот и карета это теперь его почти шлюз починили по нему перед я по нему переходил там все было в порядке не рассказывать не конечно не буду ему рассказывать всю историю отлично вам давно пора возвращаться герри не помешать горячей души теплая постель он сказал можно возвращаться да герри скоро пойдем он поворачиваться к тебе увидите лена передайте что я скоро вас ждет жена мне нужно сделать последний обход посмотреть нельзя ли наживку возьмите потом идем он подвязывает край сетки отрезавшийся из-за ветра руки него большие загрубил загрубевшие от погоды но также привычные к тонкой работе расскажите про фазмида но во-первых его чертовски сложно отыскать почему мы устанавливаем тут ловушки по колено в тростнике почему так сложно отыскать отличный вопрос это возьмет представитель отряда фантазмодии приведи приведение вы и он они маскируются под растения в данном случае тростник он загляд он оглядывается а тут много тростника согласитесь какие специальными техниками пользуются фазми чтобы лучше прятаться а кроме того я подозреваю мог вырабатывать и другие особые техники защиты от хищника или в данном случае от ученых ну-ка какие техники то моя гипотеза стоит в том что процесс эволюции у него раз у него развила в процессе эволюции у него развилась особая электрохимическая защита которая позволяет влиять на восприятие двух других животных нарушать распознавательный паттерн вызывать путаницу в работе зрительной коры но я не могу описать как работают эти защиты тем более как они эволюционируют пока не изучу живо образец чувак мне кажется то что ты сейчас описал такого животного не существует и ты его никогда не найдешь ну ладно он сказал привиденьевые эти люди ловят призраков вы охотники на привидений нет мы как раз наоборот зоологи в поисках существовало существующего и поныне вида фазмидов насколько велик этот фазмид просто великан полагаю есть виды привиденьевых которые способны достигать размеров руки взрослого мужчина так что вот он предлагает делать тебе самому чем вас так заинтересовал этот палочник разве нет животных посенсационней он криво от охмеляется типичное дилетантское утверждение насекомые намного сложнее чем кажется людям незнакомым с зоологией даже момент лицезрения острова алийского фазмида стал бы вершиной моей карьеры да и любого криптозоолога но изучить его его защиту выяснить как ему удалось так долго прятаться качать головой то есть этого животного никто никто это насекомое никто никогда не видел и они охотятся на насекомое который никто никогда не видел и которая скорее всего является просто его плодом воображения что уже удалось выяснить увы очень мало сегодняшний день изловить экземпляр никому не удалось поэтому наши данные опираются на свидетельство очевидцев рассказы из третьих руб то есть никто никогда его не находил пока что поднимает указательный палец он поэтому поэтому он и крепит вклинивается лейтенант просто из любопытства если доказательств нет откуда вы знаете что он вообще существует очень хороший вопрос ким спасибо и так я знаю нет чувак там должно быть написано я верю огрызается криптозоолог так грубо что удивляется сам очевидно его одержимость фазмидом подпитывается не только жаждой развивать науку в том смысле собирается он что слышал достаточно свидетельств очевидцев это позволяет мне твердо верить что островолийский фазмид не просто суеверия почему думать что он в мартинезе есть достоинство из того что недавно его здесь видели пара подростков описали существо невероятно напоминающие островолийского фазмида хоть сами они не знали что это такое это первое правдоподобное свидетельство за несколько десятилетий не скрою место для этого вида страны но с учетом того сколько вверху по течению сливает отходов это наверное уже не важно может островолийский фазмид вымер криптозоолог яростно трясет голой нет надо гнать нет надо гнать эту мысль столь невероятное существо наверняка крайне живучи в конце концов полагаю что они способны на партиногенез а сексуальное размножение а окей понятно спасибо энциклопедия самки не требуют самца для оплодотворения и так проще выживать и малочисленным видом без самцов фарс преступление против страсти и здраво умно до островолийский фазмид очень умные насекомые вот почему вот так трудно изловить но я ученый за всех сил стараюсь сохранить хладнокровие про про ловушки расскажи мне ну он указывает на лежащую на земле клетку из сетки и проволоки выглядит может не особо но придумала их лена придумала их лена остроумно так что уверен они справятся ловушки придумала твоя жена да они без горости отвечает он как работают ловушки просто фазмид привлекает саранча он заползает через ворот наедается и уже не может выбраться наружу по крайней мере таков замысел сетка решили решение не идеально но другой материал может повредить нежный экзоскелет насекомого что вы используете в качестве наживки саранчу он указывает на ловушку разумеется почти все известные возьмены травоядные но у нас имеется гипотеза что астроволийский фазмид может иногда кормиться другими насекомыми в ловушках кишит и копошится крошечный крошечным рай саранча хищный палочник притворяется тростником для охоты из засады звучит сомнительно ну кстати да спасибо что поделись мнением чтобы удовлетворить ваш скепсис мы положили в ловушку и растительную пищу а что будете делать ловушки не сработают сработают заверяю вас гипотеза хищника использование саранчи в качестве приманки учитывая неудачный неудачи прошлых команд использовавших растения мы все продумали ловушки собраны ловко и вдумчиво очевидно жена криптозоолога знает что делает давайте о другом да 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 привет сахарову да да время возвращаться к своей женщине мораль как ты стал криптозоологом я всегда любил животных и головоломки поиск криптов сочетание сочетание того и другого в общем ваша детская мечта выплатилась в реальность его глаза сужаются если мне иногда приходится барахтаться в грязи это не значит что это все баловство почему бы не быть обычным зоологом настоящих животных тоже полно в настоящих животных тоже полно загадок настоящие фыркает он знаю вы думаете что одно уважаемое занятие а другое просто предрассудки все так думают ну что вы это ну что вы эта профессия не хуже других честно как-то не быть криптозоологом лучше лучше большей части только того дерьма которым занимаются люди и правда смахивает на попытки выдали да вот мне кажется вот это мои методы такие же какие у других ученых просто я прибегаю к более широкому спектру свидетельств и глубже верю что может произойти нечто действительно неожиданное нервные окончания подскажут тебе что приятных сюрпризов не бывает спасибо болевой порог просто сделал мой день неожиданности что подбрасывает нам жизнь обычно печальны с вами приходил и просили нас действительно неожиданно поймать криптида мне еще только предстоит если вы об этом но я бывал близко близко любопытно запомни на будущее какие свидетельства вы опираетесь на любые забыто забыто фольклора до выдержек из газет вроде той что привела сюда в поисках возьми да я открыт всему ему интересно то что по мнению большинства ученым по мне большинство очень интересно думаете другие ученые недостаточно прислушиваться к обычным людям ученые ученый истеблишмент преимущественно переживая переживать репутации и оплате не настоящих исследованиях и уж точно не об истине они трусливые народицы в поле и в архивах бывает опасно в поле и в архивах бывает опасно то есть вы никогда не находили нет криптидов находит находят очень редко и не и не из-за нехватки на стараний главное свойство криптида скрытность это отражено даже в самом самом названии сколько всего криптидов обнаружено список криптидов составленный чем низким крипто зоологическим обществом включает 4882 пункта из них около двух тысяч признанные фальсификациями два отнесены категории достоверно обнаружено остальные находятся на ранних этапах поисков опровержений и сбора данных лишь два точно оказались настоящими до шоу такский лесной пигмей который оказался вымершим видом приматов и пещерная саламандра из юга града она если честно довольно обычные держат в каком-то зоопарке мы крипто зоологии беспощадно честны с собой даже беспощаднее чем относятся к нам остальные большинство криптидов либо мистификации либо таки остаются ненайденными это не значит что не нужно искать 24000 это даже не процент если быть точным это пол процента незумительно что если наши поиски окончаются кончатся успехом то это число вырастет до 0 75 он явно все давно просчитал тут тут его не подловишь и не переубедишь спасибо хорошо а конкретных криптидах скептически смотрит ладно каких именно криптидах обычно обсуждают со специалистами так что не знаю что нам с вами обсуждать хочешь сказать он по она передумывает его нужно спрашивать о конкретных криптидах о которых ты слышал от лены или друг от друга гарри просто так он говорить не станет какого криптида вы почти поймали его пинали чтобы это просто расскажите мне про какого-нибудь вот это вот и вового человека это долгая история вряд ли она интересна не специалисту его вы люди еще как интересно кто такие его вы люди на самом деле это не люди некоторые считают что даже не животные судя по всему они прямые потомки деревьев к говорит он обыденным голосом как нечто само собой разумеющийся не очень очень тонкие почти плоские легко прячется оборачиваться вокруг деревьев сливается с корой в этом смысле они довольно схожи с фазмидом который мы здесь ищем то есть возможно сам того не знаю видел иовых людей наверняка видели как ему удалось такое почти поймать мы с герри выкрасили целую рощу медленно сохнущей краской лавандового цвета я надеялся что он попадет на его человека и он не сможет нормально прятаться мы сидели в засаде много часов и вот я видел как от одного из деревьев отвалилась и метнулась круче лавандовая тень а потом я погнался за ней сетью но слишком не слишком изящно но в поле не до изящности но она оказалась быстрее лавандовая тень смехается ким я бы тоже поржал с этого знаю вам кажется что я наелся грибов куда проще над кем-то поиздеваться чем признать что мир возможно интереснее чем казалось кроме того воздевает палец он я не утверждаю что это подтвержденная встреча мне более чем известно как верифицировать подобные свидетельства вполне возможно что видел белку или отблизь света со мой самый строгий критик я сам он это особо подчеркивает чтобы теория звучала как опровержимое просто расскажите мне тогда хватит сменим тему тебя ждет женщина как я понимаю под женщиной вы подразумите мою жену я к ней вернусь но не могу уйти пока мы не закончим с ловушками он смотрит на сторону где должна быть лена и она это прекрасно понимает мораль довольно сколько мы тут уже мог ним пора возвращаться даже твой блин этот дружок и бросить ловушки не за что кричит он ответ я не подведу лену бросьте она нас ждет я промок да если вы сейчас не обсохнем подцепим тут тростниковых да не знал что фазмид столь важен лени конечно не важно она же его видела достоверное свидетельство зафиксированы одну из лишь четырех в этом веке и и она его видела по моему она просто брешет для того чтобы поддержать мужа вот и все самом деле она видела фазмида да так мы познакомились вообще говоря но пусть эта история рассказывает она он кашляет потом продолжает скажем так мы долго вместе мечтали найти доказали с того что острова лиски позже существует я не могу теперь бросить это дело снова кашляет на сей раз в кулак может вернетесь нет 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 ловушки должны быть под постоянным наблюдением что если фазмид умрет от голода пока мы копошим пока мы попиваем чай в гостинице он уперся насмерть вижу вижу что если мы проверим ловушки за вас он смотрит на тебя с явным удивлением не ожидал офицер что вас так заинтересует наша работа у криптозеологов работы и работ сыщика много общего но надо его как-то убедить иначе он да воистину об этом об этих делах оба этих дела требует исследования внимание к деталями главное настойчивости где ваши ловушки всего их 4 однако югу на маленьком полуостровке возле лодочных сараев он указывает на юг совсем рядом я думаю это возле того здания где были расстрелы еще одну мы установили на краю земли к северо-востоку 1 за небольшой горкой песка по пути к старой радиовышке за церковью а примерно понял третья возле канала там где вы переходили у куска бетона вверх по откосу поднимается тростник и вот в его гуще он указывает на ловушку перед собой прежде чем возвращаться к этой проверьте хотя бы одну из остальных эту я только что установил ее про его проверка я проверка с реформально все же лучше как говорится перебдеть немало немало у нас точно есть время на это у нас точно время есть на это факультативное приключение тяга к знаниям что тебе разве не весело даже если сравнивать с осмотром идеально недельной давности трупа топтать тростник не самое веселое занятие но будь по-вашему детектив что мне делать с леной фазмида немедленно несите мне только убедитесь что ловушка крепко закрыта ему не по себе когда он видит что вы вольные присвоить сей успех но он о том не скажет это драма нам горит это очень такой слог кривой но он о том не скажет но помыслит салжет даже себе что если я встречу фазмида фазмида просто так это крайне маловероятно офицер но на этот случай он достает маленький белый аэрозоль я опрыскаю вас ферма феромонным коктейлем собственного изготовления он из мускуса и химикатов для исследований по идее феромоны должны привлечь к вам насекомых ох если хотя бы сделать так чтобы при встрече она не сбежал и нет спасибо обойдусь я хотите он убирает аэрозоль обратно в карман как я уже говорил вероятность вашей встречи с фазмидом близка к нулю и вообще хорошо так ну не тупи бери феромоны я боюсь что если я возьму феромоны то блин ко мне потом комары слетятся и сожрут меня ночью черт мне мэри ладно я передумал давайте он поливает тебя странно пахнущим спреем дважды когда ты поставишь вторую подмышку и удовлетворенно кивает запах умирающих тростников осыпающихся в воду тоски какой за лейтенант морщит нос надеюсь вы ему не верите он распыляет его не давая вам коснуться баллончика будто он драгоценный как святая вода драгоценные есть на разработку одной порции я трачу 50 реалов ну да откуда вам знать что такое самому финансировать свои исследования он с презрением смотрит на лейтенанта и возвращает аэросулю карман я готов да да то есть вы двое тоже собираю вы двое можете собираться и возвращаться в танцы ну и конец то кто то дело говорит неужели они уйдут проверьте ловушки спасибо за помощь мы с герри начнем складывать лагерь если у вас останется вопрос самое время их задать когда мы вернемся когда мы займем когда вы заметить ловушками мы уйдем так как насчет стремительно ускользающий приятель герри может он вот давай мы с этим с чуваком поговорим потому что но мне нужно было как-то отправить отсюда здравствуйте не зовут герри с вашей стороны было очень любезно продать предложить помощь он поворачиваться к нему желтый человек то есть ну офицер лейтенант чуть приподнимает брови достает блокнот желтый человек любопытно стоит его об этом спросить но сперва другое просто жду пока мой друг марил закончит осмотр ловушек быстро меняет он темы и мы сможем вернуться к цивилизации это небольшой фанат прогулок да я люблю природную чертова побережья только пьяница доворожденцы он полон пиетета к высшей власти к правопорядку то есть к вам миссир и поэтому не виде не видит горькой правды начертанные на вас а значит вы могли прикинуться достойным господином и скрыть что враждение что вы рожденец это вы блин драма хорош успокаивайся про меня такого не скажешь я же в этом тебя заверяют трезвые как стеклышко строго строго уставной хранитель то-то-то-то вы рожденцы выдающийся авторитет это так пьяница рожденцами но вы боюсь я пьяница никто не идеален уверен на тебя искушал зеленый змей о искушал серьезно кивает но кто-то должен оставаться сильным ради рива коля он рива коля рива шалер ладно он переводит взгляд на груду мокрых поленья у себя под ногами в отчаянии в отличие от других он говорит рива коль через к дарива коля рива шаль ты сказал рива коль мне нравится назвать его твердо по-старому по вестерский серьезно кивает он под тупому он подмигивает как бы что-то намекая будто приглашает тебя также неправильно произносить страну это тайный обряд секретное рукопожатие очень маргинальных националистов или типа того хрень ты настоящий патриот лучше знаешь как произносит это слово по сирийские изящно через утонченное еще и вообще не знаю что нибудь о повешенном за танцами в тряпье ах так вот зачем зачем здесь занимается ргм мартинези здорово он кивает искренне и с искренним одобрением раз слышу что кто-то наконец решает этот вопрос то есть что-то вам об этом известно нет нет он бурно мотает головой отправляя поправляя галстук ничего это был какой-то наемник но это знают все я просто рад что вы расследуете дело вот и все ему как-то неудобно в одежде странно он не убийца нет но что-то тут не чисто чувак это ты живешь в том подвале ну-ка это твоя кружечка моя кружка почему так решили ты сказал желтый человек так мало кто горит правда я постоянно слышу в шутку конечно без попытки кого-то обидеть ах ты а все равно подозрительно и упомянул что кружку нашли на месте убийства ладно верю ты ну-ка ладно хорошо признаю я выбросил кружку в мусорный бак за гостиницей знаю что виноват и очень сожалею офицер он делает паузу это твой дом я взламывал для эклера это там стоят кружки ах ты блин мы нашли чья это была берлога вы можете меня вы вы же меня не оштрафуете оштрафую на 20 оштрафую на 100 еще как оторвать штрафной бланк да нет герри мне просто нужна информация ух говорит он с явным увлечением спасибо вы не пожалеете я больше никогда не буду выбрасывать свой мусор чужой территории не знаю что на меня нашло устаю на работе последнее время чертовы гойка вытесняют нас рынка что-то натворил герри ничего и ничего просто отвечаю на вопросы помогаю правопорядку как ты пробрался в мусорный бак мелкий ты гаденыш я знаю парня который работает в мусоросборочной компании мк муниципальный он дал мне мастер ключ от мусорных баков маркина зачем тебе лазить ко всем в мусор чтобы хранить мусора в мусороуправлении в мусор что в мусороуплотнители танцев собственные вещи отвечает он покаянно роняя голову окипадший рыцарь сбор мусора чертовски дорогое удовольствие проклятая гиминская мафия там все захватила то есть тебе дорого выбрасывать мусор ты это хочешь сказать простите мне очень жаль я хотел сэкономить зря не стоило так позориться позориться лейтенант смотрит на него приподняв бровь ни к чему потому такая патетика это лишь мусорный бак ким он тебя желтым обозвал если чем он смотрит на его реакцию гэри не отвечает гэри это ты выбросил одежду жертвы человек который повесили ну-ка да 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 офицер прошу вас он поднимает руки позвольте мне объяснить вы неправильно понимать объясню ай я просто прибрался я живу на другом конце двора и от того места где я где его повесили я видел как его разделе одежда валялась по всему двору воняло люди знаете ведут себя как животные ладно а потом что потом я вышел убрать тряпки потому что больше этого никто не никто бы не сделает свой в бак танцев признаю вместе с разбитой кружкой на полусловия вдруг передумывает ладно я собирался выкинуть кружку ну и выбросил и одежду тоже исполняли гражданский долг и хитно замечать лейтенант именно именно что гражданин гражданский долг ну-ка 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 он неловко переминается и ты слышишь по звякивание будто по деревянному полу катят стеклянные бусины где-то это уже слышал но где что это странный звук какой звук странные позвяки не услышал когда ты пошевелился блин чувак на тебе на тебе какая-то одежка броня может быть не умничай ты знаешь о чем я без понятия в зарослях тростников много странного насекомые мусор может ветер что-то перекатывает каждый день ветер теребит тростники все что осталось в нем бубны и упаковки от презервативов пластиковые стеклянные бутылки запах разложения так что это за звук вот вот это вот да он медленно поднимает руки и на сей раз его движение беззвучный зарослях тростников много много мусора может его ветер блин не удается хорошо тебе часом ничего не известно о пропавшей броне жертвы броне нет он передумывает то есть да конечно я знаю что у него была броня но о не ничего не знаю младенцу видно лжет но слишком странно страшно сознаваться в злодеяне злодеяние втором что-то тут ничего что тут нечисто когда закончится эта тема присмотрись к нему повнимательней и смеет ему пока что надеюсь я сумел хоть немного помочь расследованию он явно испытывает обречения что все закончилось продолжить самообладание низкая я на самообладание неплохо возросли это тоже криптозоолог нет нет я иногда помогаю мореллу следованиями такой чем он учился в процессе на сам такие пикники обычно не хожу он столько времени провел с мореллом у него наверняка должно быть мнение о крипты криптидах может так подбережь до чего-то толково у тебя есть любимчик ну-ка люби любимый криптид есть конечно пылающий носорог мораль сомневается что он существует но мне все равно и не я же буду искать его на сафарском сафари что за пылающий носорог днем этот носорог выглядит обычного но ночью ярко горит по крайней мере самцы горят как они горят у них есть специальные протоки под лопатками из которых выделяет горючее вещество когда она только воспламеняется и у носорога будто вырастают огненные крылья как воспламеняется горючее носорог начинает быстро бежать нагреваясь а потом замирает поднимая голову и выпуска высекает из шеи искры поджигая спину что блин звучит неправдоподобно это мне понравил пылающий носорог эх быть бы этим носорогом селяет трепет это неправдоподобно чувак ну знаете когда-то давно в реваколь был пылой был пылающим носорогом отвечает он задумчиво молкает тоже звучит неправдоподобно не так ли почему только самцы огонь нужен не только для виду это ключевой элемент их брачных игр как же как он в них участвует в период гона сталь стадосом стада самцов пылающих носорогов охвачены огнем окружаю стада самок образуя пламенный хоровод а потом начинает громогласно спариваться ого я не вижу хочу об этом читать местные крестьяне зовут их кольцом страсти боятся носорога заслуженно пожалуй вот так тебя удивил мой коллега лейтенант кицураги здесь мало солицев да и не только здесь везде за пределами соли я не хотел никого обидеть помните когда мы встретили головомера я сказал что следующий расист будет по-настоящему хорош блин каким ты был прав допомню ну он указывает на герри будто демонстрируя произвение искусства вот этот расист да наш расист на счастье ты исполнишь три желания герри ну вас краснеет он я просто хотел сказать что у нас здесь мало солицев это факт не более лейтенант уроженец ревашоли да конечно разумеется я лишь имел ввиду его связи он непроницаем улыбается сменим тему ладно так блин 42 это очень низкий процент черт с ним давай рубашка не вообще не сидит взгляни хотя бы на пуговицы они едва держатся будто что-то хочет из-под них вырваться его внушительно что-то надето под рубашкой да вроде керамической брони например которая позвякивает как жемчужины или стеклянные шарики когда ее сегменты соприкасается который украл с трупа во дворе рядом с его квартирой вижу то ценитель высококлассного боевого снаряжения он замирает потом тяжело сдыхать я знал офицер что вы догадаетесь простите что искал сразу я расстегивает рубашку под рубашкой поблескивает белоснежная эмаль худую грудь закрывает тонкое полотно из подвижного керамических пластин мне стыдно за содеянные я не хотел чтобы вы узнали не че лжи мессир он признается горе что происходит погоди морел я тут извиняюсь нет вы тут объясняетесь литяным тонов говорит лейтенант почему-то на самом деле выбросил одежду в мусор все все снимали с него броню я видел я видел его одежду разбросали по всему двору это воняло он смотрит себе под ноги я пошел выносить свой мусор решил прибраться тропье на земле и он болтается но и он сглатывает на мгновение часть меня честь меня подвела я подумал он иностранец все говорили что не местный оставалось только керасана я снял было раннее утро никто не видел а забрал ее зря если бы я знал что у вас будет будут из-за этого проблемы я бы не не мог бы начинать дрожать блин чистосердечная чистосердечно кается мессир не чувствую попытки обмануть вас ничего лейтенант делает пометку блокноте у нас оставался открытый вопрос и сейчас мы его закрыли простите мне так жаль что я назвал вас желтым человеком беззвучно говорит он флотом сюзерена руководили салийские офицеры и большинство из них встала на сторону короля когда он качает головой они были до глубины души консервативные вдруг осознает он почему ты мне соврал потому что дал слабину отвечает он глядя в никуда нужно было сказать сразу как только я вас увидел но какого черта гэри ты напортачил позже объясню не находит он себе сил закричать немедленно дай мне броню он снова вздыхает повесив голову и полностью расстегивает рубашку показывается кираса комплект к ботинкам повешенного вроде она у тебя в руках пахнет потом герри но такая легкая как мешок с ватой тебе известно кто убил повешенного я был уверен что это профсоюз бандиты из профсоюза самосуд из-за стачки на это знают почти все в городе хотел бы рассказать вам больше он качает головой и это правда все что ведомо ему ну что герри мы закончили да конечно я никогда больше не совершу подобного он наглядывается избавлены от некого груза губы его по-прежнему дрожат так или ты живешь неподалеку в квартире в мартинезе верно именно так офицер он едва заметно прищуривается раздумывая к чему это ты так и ты большой поклонник человека из вот это лучше не говорить клэр наверняка очень на тебя зол кажется я заметил как то 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 поэтому еще вернемся пока позвольте дате не было ли в последнее время чтобы обнаружил дверь открытой в свою квартиру до когда собирался летние тот куда вы знаете да так просто хотел знать не скрывали на днях твои жилье теперь знаю это из профсоюза дверь взломал босс кивнуть не переживай и не заходил так вы работаете на эклера поняв что происходит он меняет тон офицер пожалуйста передайте ему что между нами никаких обид или нет нет скажите что я ему компенсирую что я на что я натворил он пришлет за мной бандитов шепчет мужчина оглядывая чтобы никто не подслушал переходя на шепот он горбится серьезно я даже не знаю в чем дело просто вскрыл а не хочу знать идеально но ты ему не нравишься нанесцы мрачный кивнуть не хочу знать детально ты мне нравишься наверное слишком громко болтал вчера в танцах и некоторых теориях глупо думать надо прежде чем раз его разевать рот он нервно оглядывается это не повторится если я чем-то могу вам или профсоюзу помощь просто скажите я постараюсь все сделать это серьезно его перепугал он прям такие плывет от ужаса у него уходит много злости на то чтобы не поплыть окончательно флюгер развернулся с усмешкой замечать лейтенант и не поворачивается обратно спасибо за содействие ну как бы я потратил навык но я получил очко навыков так что в принципе нормально проверьте ловушки это у нас задание броня черт побери минус эмпатия у меня эмпатии так не особо-то развита перчатки 2 к технике это дает смотрите один к болевому порогу и один к сила воли ну давайте а что нам рубашечка дает логика давайте одену брони да на дебаф немножечко дает ну блин один боевой дух болевой пороге сила воли неплохо мы нашли два куска брони получается что сапоги для нас утеряны к сожалению навсегда потому что мы не захотели хитрить против кима и нам остается найти еще шлем это круто заодно мы решили как вот этих чувакова отправить домой и получили но с ловушками давайте я просто сейчас сюда схожу я думаю что одного из ловушек здесь вот да вот она теперь я видно ловушка лодочная станция в тростнике у твоих ног лежит ловушка ты видел как к мораль ставит похожую с сеткой проволокой оглядеться по сторонам у тебя за спиной высятся развалины жилого дома защищенные от ветра под ними перешептывается о чем-то тростник когда этот район процветал тростник так не разрастался свежевыкрашенные фасады ничего не загораживало пьяницами подросткам не было где прятаться теперь лишь ветер дует взять ловушку в ловушке беспорядочно мечется саранча никто и не поживился никакого плотоядного тростникового фазмида вот так не же вот такие жиданности не весело улыбается литина что ж 1 с 1 покончено осталось 3 и так он это то 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 молча установить мол чувствовать да да ты ставишь конструкцию обратно землю в тростник уйти я примерно понял где находится остальные ну как бы где находится одна ловушка я не знаю мы на той территории ни разу не были так теперь проверить вот эту оглядывается по сторонам тростник заброшенный станки решишь продолжить хорошо что крипто зоологи ушли коротай тут каждую ночь не слишком уютно чем ближе к ночи тем холоднее следы стоянки на песке потухший костер странное какое чувство оглядеть это ловушки тоже перепуганная саранча признаков крипто криптологической твари не наблюдается продолжить главное не останавливаться со следующей нам точно повезет это тоже пустая лейтенант делает запись в блокной скорее по привычке чем по долгу службы хочу прояснить следующее следующее в существовании фазмида на самом деле не верю ясно разумеется я вас услышал он с недоверием наблюдает как ты ставишь ловушка обратно в тростник уйти вот да две ловушки мы мы проверили просто пока мы здесь и осталось еще две ловушки все ребятушки на этом будем заканчивать серию нам наверное бы еще вернуться по хорошему отправить письмо и поговорить с женой крипто зоолога но посмотрим мне пока очень интересно ходиться по эту сторону пока что на этом все спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек и всем покеда добра и